В Туркестане, в Житесайском районе, под вопросом посевная компания, аграрии не могут промыть почву от солей перед посадками. Без этой процедуры собрать урожай нет никаких шансов. Дикхани говорят, неожиданно для себя они остались без воды для промывки и полива. Якобы компания отказалась заключать договор с ними напрямую и отправила к посредникам. А у тех стоимость воды в два раза выше. Марина Низовкина выясняла подробности истории. Сухой земля в эту пору быть не должна. Сейчас время для промывки почвы от соли и здесь все должно быть залито водой. Без этой процедуры в Житесайском районе нельзя приступать к посевной компании. А здесь 20 тысяч фермерских хозяйств. Урожай сапарбека Адамбекова теперь под вопросом. Говорит, если еще несколько дней воды не будет, то уже в этом году посадить ничего не успеют. Сейчас время поливать, промывать почву и готовиться к севу. А мы ходим по инстанциям, везде нам отказываются. С вами не будем заключать, идите куда хотите. Теперь он нас толкает, чтобы мы пошли в этот кооператив по высокой цене брали. Чтобы они доставляли воду по высоким ценам. Проблемы с водой у владельцев 70 тысяч гектаров Житесайского района. Местный козводхоз вдруг заявил, что напрямую поставлять воду им не будет. А только через посредников в лице производственного кооператива. Аграрии возмущены, ведь это приведет к значительному удорожанию воды. За тысячу кубов дихкани теперь будут платить по 700 тенге. Мы фермерам можем поставлять по 701 тенге. Это не я высчитал. Руководители области передали мне документ, который был утвержден антимонопольным органом. В Житесайском районе около 80 тысяч гектаров земли. Почву промыли перед посадками только на 3,5 тысячах гектаров. А времени перед посевом все меньше. Марина Низовкина, Виталий Зайнтинов, Atomicent Business, Shemkent.